Ну что у нас сегодня будет происходить? Сегодня у нас очередное обучение нашей коллаборации и для новичков буквально скажу вступление такое, что у нас есть система, благодаря которой вы можете начать свой бизнес в нашей компании, которая поможет вам на первом этапе. Эта система на самом деле очень простая, которую можно освоить и дублицировать. Всего 5 шагов она встречает в себе. 5 шагов. Первый шаг – где брать людей. Второй шаг – как организовать встречу, как провести встречу, как закрыть сделку и как вам запустить новичка. И на самом деле, понимаете, если посмотреть на нашу компанию, как на дело, которым вы занимаетесь, то это, конечно, отличается от работы и отличается от предпринимательства. В общем, понимание этого слова. Потому что вам никто не собирается платить здесь зарплату. Никакой оклад, как на работе. Но и вы не будете брошены один на один со своим бизнесом, как предприниматель. У вас есть человек, который вам подскажет, который вас поддержит, который вас научит на первых шагах. Есть система, благодаря которой вы можете следовать. Есть еще в компании много-много-много чего. Но есть ино. Ино – это заключается в том, что вы должны сами, к сожалению, вы должны сами захотеть для себя другой жизни, другого качества жизни. Вы должны сами захотеть для себя больше свободы, больше доходов. Вы должны сами захотеть для своей семьи больше путешествий. Вы должны сами это захотеть, понимаете? Наставник и компания за вас не сможет захотеть. И дальше вы должны понять, что эти шаги вы, к сожалению, должны осваивать сами. Это как на работе. Вы пришли и у вас есть должностная инструкция, которую вы должны освоить и соблюдать. Это как в бизнесе те навыки, которые вы должны освоить и благодаря которым у вас будут идти ваши доходы, понимаете? Вот эти навыки вы должны освоить сами. И понимаете, когда на первом этапе новички думают, что у них сразу должно все получиться. Иначе они должны как-то подготовиться и потом только начать осваивать эти навыки. Но скажу вам по секрету, навыки осваиваются только практическими действиями, когда вы начинаете их делать. Это, понимаете, если вам сказали, что дали вам китайские палочки, то им нужно есть китайские палочки. И сколько бы вы там не прочитали книг и пособий по палочкам, пока вы их уроки не взяли, пока вы не начали пытаться как-то там управлять, у вас ничего не получится. Как езда на велосипеде, сколько бы книг не прочитали бы, но пока вы не сядете, не поедете, не поедете пару раз, ничего у вас не получится. Понимаете? Даже если я выучился в институте на 5 с плюсом на врача-хирурга, я одел халат и взял скальпель, это не значит, что я первую операцию сразу вам возьму и все, удачную операцию сделаю. Ну, навыки везде нужны, ребята, навыки, понимаете? Навыки, которые... Потому что есть люди, которые виртуально, виртуозно обращаются с китайскими палочками, вы это знаете. Есть люди, которые на велосипедах каждый по улицам ездят, даже без рук уже. Ну, вы освоили эту тему. Есть люди, которые виртуозно операцию делают, они освоили эти навыки. И есть люди, которые освоили наши навыки, в нашем деле, и тоже стали профессионалами. Понимаете? Поэтому профессионалами люди становятся в любом деле. В любом деле, абсолютно. Но от вас должно быть что? От вас должно быть решение, принятое ваше. Я себе на запись поставлю, видишь? И вы должны сказать, что я хочу, я хочу освоить это дело. Я стану здесь зарабатывать деньги. Это должно быть ваше решение. Не со сцены заявлено, не наставнику озвученное, А вами лично, у себя, один на один с собой, в темной комнате. Закрываетесь и говорите, я освоим это дело. Я научусь это делать. Я освою эти навыки. И вот смотрите. Почему сегодняшний навык, он важен, как я считаю. Он очень важен в нашем бизнесе. Потому что, если мы с вами вспомним нашу школу, где мы осваивали азы, там, математики, арифметики, то вот взять эти наши навыки по десятибалльной системе. И допустим, что первый навык, где брать людей, вы освоили по десятибалльной шкале на десятку. Прямо вот на эти десять баллов. Если вы освоили навык проведения рандеву, выучили прям его, на пять с плюсом рассказываете, это тоже десятка у вас. Если вы освоили навык завершения сделки, и прям знаете, как завершать, как подводить, как заключать там это все, на десять баллов. И наставник вас научил, как запускать новичка, уже не боитесь, это тоже на десять баллов. То есть что получается? 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10, 40 у вас получилось. И умножаем все это, все эти вот в скобочках 40 умножаем на последний навык, который называется «Как приглашать людей?» Как организовать встречу? А он у вас хромает. А он у вас не освоен. Он у вас на нуле. То вспоминайте школу. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 в скобочках умножить на ноль получается вот вам и ваш бизнес. Ваш бизнес не растет, ваш бизнес не развивается. Потому что сколько бы, ну какое бы, как бы качественно вы не освоили все эти навыки, но умножить на сегодняшний навык на ноль, ваш бизнес ноль. И сегодня у нас наша тема «Как приглашать людей?» Как организовать встречу? И я хочу передать слово человеку, который профессионально, профессионально знаком с этой темой, человек, который обучает этому большое количество людей не только у себя в городе и в регионах. Это лидер города Воронежа. Встречайте. Снежана Новикова. Снежана. Да, Сергей, спасибо. Я здесь присутствую. Скажите, как меня слышно? Да, слышно, видно хорошо. Так, я отключила. Слышно? Да. Так, отлично. Окей. Я свидарна с Сергеем. В каком плане? Смотрите. Он сказал, что для того, чтобы стать профессионалом, нужно потратить какое-то огромное количество времени на отработку определенных навыков, и чтобы научиться этому. Вы знаете, я действительно была как-то в легком шоке, когда узнала, что хороший, хороший, подчеркну, косметолог, прежде чем начать делать хирургические операции, 5 лет учится в институте на медика, 3 года, я не выговариваю немножко это слово, антуре, да, вот, и еще 3 года практикуется в морге на мертвых людях делать швы. И только после этого его допускают к лицу человека, чтобы делать какие-то пластические операции. Что я вам хочу сказать про навыки в сетевом маркетинге? Поверьте, это далеко даже не 5 лет учебы в институте. Это гораздо меньше. По-хорошему человек, если начнет отрабатывать эти навыки, то их можно отработать достаточно быстро. Поверьте, что сделанный первый звонок отличается очень сильно от сделанного второго звонка. Вот, и я с этим уже сталкивалась много раз, и я помню, как я делала свой первый звонок, как у меня руки тряслись, и как я делала свои все последующие звонки. И вот то, что Сергей рассказал про те навыки, которыми мы должны обладать и освоить, ведь они идут в определенной последовательности. И смотрите, прежде чем мы переходим к навыку делать приглашение на встречу, то есть вы же понимаете, что сегодня у нас с вами будет идти речь в основном о звонке, звонке потенциальному клиенту. Есть альтернатива, это аудиосообщение, либо переписка в соцсетях, в онлайн, так называемые. Я сегодня немножко коснусь этой темы, но все равно, если вы не любите или боитесь делать звонки, по большому счету вам будет очень сложно развиваться в интернете, в сетевом маркетинге. И когда я говорю про навыки, вот представляете, мы с вами освоили навык написания списка знакомых. Но я до сих пор, когда с некоторыми со своими дистрибьюторами разговариваю, я говорю, покажи мне свой список знакомых. И люди хлопают глазами и говорят, ну, я его еще не написала, он у меня в голове есть. Сегодня я вам не буду рассказывать про то, как важно писать этот список знакомых. Я расскажу лишь о другом. Когда вы пишете список знакомых, это мое личное, скажем так, мое личное переживание, как я это делаю. Я выделяю один день на то, чтобы настроиться, и вот выписать в этот список знакомых, ну, вот много людей. Желательно, чтобы у меня там был список 100-200 человек. Ну, я девушка чувствительная, да, такая. Я чувствую свою энергетику, да. То есть я настроилась, и я начинаю, знаете, как будто притягивать к себе тех людей, которым я буду в дальнейшем целую неделю делать предложение. И в этот момент, вы знаете, у меня нет совершенно желания брать трубку и им звонить. Но когда я на следующий день встаю, я понимаю, что сегодня у меня наступил час икс, и мне нужно заняться приглашением навстречу, в этот момент нет смысла заниматься написанием списка знакомых и думать, а кому бы мне позвонить. То есть список у вас в этот момент должен быть уже готов. И вы в этот день настраиваетесь именно на звонки. А это немножечко другая энергетика, ребят. Ну, вот еще раз говорю, что если вы вдруг открываете свой список знакомых, и у вас там нет готового списка, то получается, вы и звонки ваши будете делать, и приглашение как-то с опаской с определенной. Во все время будет казаться, что сейчас список закончится, и мне все отказали, этот бизнес никому не нужен. Так вот, если у вас в списке 200 человек, и вам даже если первые 10 человек отказали, ребят, ничего страшного, вы понимаете, что у вас в списке еще как минимум 190 человек есть. И вот такой вот страх, что это никому не нужно, и все люди закончились, он именно в данный момент присутствовать не будет. И прежде чем я сегодня перейду непосредственно к скриптам звонков, я хочу сказать такую вещь, которую я поняла уже очень давно. Вопрос не в том, что вы говорите человеку при звонке. Даже самый удачный спич, который работает, ну, практически у 90% поголовно, да, ну, такого не бывает, я вам секрет раскрываю, он может у вас не сработать. Почему? В свое время я уже сказала, что я узнала этот секрет, оказывается, 80%, чтобы человек нас услышал, это не вопрос, что мы ему говорим, это вопрос, как мы это говорим. Причем самое интересное, что когда вы по телефону делаете приглашение или разговариваете с человеком, очень важно жестикулировать и даже встать и ходить по комнате. Мне это всегда стопудово помогало. У меня было такое ощущение, что я с человеком разговариваю вот так вот, это ты, да, и на той в конце проводе ощущение, что человек чувствует даже мои жесты. Поэтому я очень долго работала над собой в плане, как сделать какой-то звонок определенный. И сейчас мы с вами вот это как мы проговорим. И знаете, когда я начинаю спрашивать у своих людей, они говорят, ну, у меня ничего не получается, у меня никто не приходит. Почему такое происходит? Ну, я сейчас три причины так разберу легенько, да, потом мы перейдем уже непосредственно, что же конкретно говорить. Почему же люди не соглашаются? Вот я переношу на себя все. Я всегда на себе, на себе испытываю некие чувства, да. Вот у меня сейчас все хорошо в Корале. У меня идет развитие, люди приходят, клиенты идут, я вся в марафонах, у меня сейчас три марафона идут какие-то, да, определенные. У меня вообще нет времени там даже вздохнуть лишний раз там с дочерью, с ногом пообщаться даже по телефону. И представляете, в этот момент мне звонит глубоко уважаемый мною человек и приглашает меня на встречу, даже если такой человек мне звонит, и говорит, я с тобой хочу поговорить о новых возможностях. Вот напишите мне, пожалуйста, в чате, как вы думаете, соглашусь ли я на эту встречу сейчас, ну, чтобы услышать его бизнес-предложение. Ну, я думаю, что да, спасибо большое, кто откликнулся. Нет, конечно же, потому что, во-первых, у меня даже нет времени на это, да. Если человек не хочет со мной разговаривать на мою тему, ну, мне смысла нет идти разговаривать с ним на его тему. Я достаточно занятой человек, и я знаю, сколько стоит мое время. Поэтому, когда я человеку отказываю, я отказываю не человеку. Я отказываю, потому что действительно у меня на это время нет. Что же происходит, если, например, у меня там все хорошо в бизнесе, да, ну, все уже устаканилось, да, вот, или наоборот, у меня какие-то проблемы в бизнесе. То есть я в этот момент становлюсь открытая, да, открытая для какой-то бизнес-идеи, для чего-то нового. Я в поиске. Вот это состояние я в поиске, я могу вам объяснить, мы все люди взрослые, здесь же нет у нас 18 минус, да. То есть вы понимаете, когда женщина в поиске, любой мужчина это чувствует, ну, согласитесь, да, вот, если женщина не в поиске, ну, как бы тоже мужчина это чувствует. Так вот, я вам могу сказать, как только человек становится в поиске каких-то возможностей, ну, мы как бы чувствуем, он ищет, мы даем, нас вселенная соединяет. Настройтесь на эту волну, и все получится. Но в данный момент появился человек, которому интересно, у него есть запрос, мы ему звоним, приглашаем на встречу, а он не соглашается. Что же в такой момент происходит? Я вам могу сказать два аспекта. Первый момент, почему же человек не соглашается на встречу? Потому что звоня ему, вы, ну, как сказать, вы делаете этот звонок с позиции просящего. Вот есть очень классный анекдот на эту тему, да, знаете, так, человек нашел, Аладдин нашел лампу, трет ее и говорит, ну, не будет ли многоуважаемый Джин любезен исполнить мое желание? Вот у многих людей, когда я слышу, те звонки, которые они делают, оно вот точно с этой позиции, с позиции просящего. Так и хочется сказать, ребят, да вы что? Вот понимаете, вот я в этом плане счастливчик. Почему? Сейчас. Почему я счастливчик? Потому что в свое время я познакомилась с сетевым маркетингом с точки зрения успешных людей. Мне его презентовали не просто там люди, которые в этом бизнесе успешны, да, там, или они только недавно там начали. Это мне презентовали этот бизнес люди, которые в нем уже имели огромной структуры, квартиры, машины, но самое главное, эти люди вели тот образ жизни, о котором я даже мечтать боялась. Я где-то там у себя в голове представляла, что это возможно, знаете, как в Санта-Барбаре, но где-то вот за границей, не в России точно. И вдруг люди приходят и рассказывают мне, что это можно в России, и у них это получилось, ребят. То есть, о чем я вам сейчас говорю, у меня степень уверенности в успехе моего бизнеса в сетевом было стопроцентное. Почему? Потому что я увидела реальных людей, которые добились здесь успеха. Если же вам не повезло так, и вы услышали, например, приглашение в сетевой бизнес от своей знакомой, которая только-только начала, вам нужно подтверждение, что называется, успешности этого дела. Где же брать успешность этого дела? Ну, могу сказать однозначно, это просмотр каких-то роликов мотивирующих, это, скажем так, общение с успешными людьми. И мы сразу перешли вот к той второй части, почему люди не соглашаются. Вы, например, и познакомились с такими людьми, и вы даже, например, и видео посмотрели, и книжки почитали, да, но вы все равно для себя эту индустрию не купили. Вам кажется, что вы и успех в сетевом маркетинге это две разные вещи. У вас нет уверенности, вы его себе не продали. А если вы его не продали себе, как вы можете продать это людям? То есть делать звонок нужно обязательно вот с этой глубокой уверенности, что вы правы, у вас все получится. И вот как вот эту уверенность приобрести? Еще раз хочу сказать, что у меня огромный опыт, я общаюсь с очень большим количеством сетевиков, и у меня вот моя уверенность, она по шкале там, я не знаю, уверенности зашкаливает. Почему? Потому что я знаю, как сетевики приходят в другие компании, бегают с каталогами, ничего там не зарабатывают. Я вижу, как они идут в интернет, бьются там, платят огромные деньги и ничего не получают. И я вижу, как люди в Коралл Клаб, не имея страниц в онлайне, не приглашая каких-то лидеров, лидерасты, не обладая какими-то харизматичными вещами, ну просто они пользуются продуктом, получают результаты, с горящими глазами об этом рассказывают. У меня моя уверенность, она растет еще больше, что этот бизнес для всех, он может получиться у любого, понимаете? Я наблюдательный человек, и я вижу, какие люди здесь преуспевают. Не все из них лидеры. Есть очень большое количество, их даже большинство в Коралловом клубе, которые совсем не претендуют на уровень лидерства. И где я еще, скажем так, подтверждаю свою уверенность в результатах по продукту. Вы знаете, за 16 лет, находясь в компании Коралл Клуб, я этих результатов получила столько, что я уже их на YouTube, на свой канал не могу выкладывать. У меня там уже тысячи видео, я просто их не успеваю. В наших чатах каждый день десятки приходят. И вы знаете, когда я их смотрю, я изучаю, я даже над некоторыми плачу. И у меня каждый раз, я говорю, как я могу об этом молчать, да? И опять же, я же разговариваю с людьми не с позицией просящих, ну приди, попробуй мой продукт. Я разговариваю с точки зрения, ребят, это тысячам людям помогло бы, чё? Я даю вам возможность воспользоваться этим. Возьмите эту возможность, ради Бога. Не хотите брать, это ваши проблемы. И когда человек в такой ситуации мне отказывает, как вы думаете, я это воспринимаю как отказ лично мне? Никогда. Я точно знаю, что этот человек отказал себе, а не мне. Потому что пока я буду его уговаривать и буду ему доказывать, как говорит наша Таня Юнакова, у меня три человека от жажды помрут. Меня люди ждут. И с таким ощущением, ребят, я настраиваюсь на этот звонок и иду на этот звонок. И когда с таким настроем я начинаю говорить, у меня поэтому очень хороший отзыв, ребят. Я просто редко это делаю, но если я настроилась и сегодня я делаю звонки, я делаю 20 звонков, у меня будет 10 встреч, ребят. Понимаете? Вот. Если правильный настрой. И еще я хотела сказать вам вот о чем, что какие бы скрипты я вам сегодня не дала, даже если вы их запишите, скажем так, под диктовку, если вы настроитесь, все равно не будет того результата, если у вас не будет темпа встреч. Потому что только темп встреч делает из вас профессионала. Только темп встреч помогает вам встретить тех нужных людей, которые придут и примут ваше предложение. И к чему я сейчас хочу перейти? К тому, что все-таки, когда вы начинаете делать эти звонки, сейчас я говорю в основном для новичков, у меня к вам огромная просьба. Не надо бояться. Будьте собой. Чем спокойнее и откровеннее вы разговариваете с вашим собеседником на проводе, тем больше вероятность того, что он согласится. И я хочу сказать, что, опять же, возвращаясь к темпу встреч, что в сетевом маркетинге нет места теоретикам. Здесь только практики. Только они преуспевают. Только они становятся профессионалом. Поэтому все, что я вам рассказываю, ребят, очень хочется, чтобы вы уже сегодня все это опробовали. И когда мы говорим про звонки, ну, я бы сказала так, вы же знаете, как делить ваш список знакомых, да? Мы уже давали этот навык, вы им, скажем так, уже, надеюсь, овладели. И вы знаете, что этот список мы делим на А, Б и В. А – это активные люди, Б – это близкие, В – это все остальные. Ну, я уже сегодня так не делю, потому что мои близкие все знают, чем я занимаюсь после 16 лет в Корале, да? Мои знакомые практически тоже знают, чем я занимаюсь, хотя оказывается, что вот я сталкиваюсь с ними, не знают, но тем не менее я делю людей на две категории – знакомые и незнакомые. Но, как говорит Алексей Луконин с незнакомыми, просто надо познакомиться и все. И тогда вы делаете свой звоночек как хорошо знакомым людям. И опять, не стройте себя человека, который работает в кулцентре. Не надо. Будьте человечны. Вот я, например, недавно делала очередное ТО у своей любимой машины. И после этого мне звонили из автосалона по поводу того, чтобы узнать, как все прошло. Вы знаете, я бы с этой девушкой даже разговаривать не стала, если бы она со мной разговаривала как человек из кулцентра. Она позвонила мне очень любезно, по имени, назвала меня, сказала, Снежана Юрьевна, я звоню вам из такого-то салона, я буквально на одну минуточку вы прошли у нас сервис, скажите, пожалуйста, вам сейчас удобно было бы ответить на несколько вопросов? Для нас очень важно ваше мнение. Как вы думаете, смогла я найти время, чтобы ответить на ее вопросы? Ну, сто процентов, конечно. И я сказала, что мне все понравилось, все хорошо, замечательно. Она своим вот этим подходом расположила меня. И если вы со своими людьми будете разговаривать вот так же, называя их по имени, то, в принципе, у вас все получится. Ребят, ваша статистика будет очень большая. И когда вы звоните своим знакомым людям, ребят, вот запомните вот это правило, чем ближе вам человек знаком, тем меньше информации ему надо давать. И вы знаете, когда я готовилась к этой встрече, Сергей Бондорин позвонил, мне сказал, что я буду представлять эту тему, я говорю, Сережа, как ты приглашал людей на встречу? Он мне рассказал о том, что он приглашал людей к своему спонсору. И я говорю, а ты говорил о том, что спонсор будет на встрече? Он говорит, нет, я не говорил. Я говорю, а как ты это делал? Он говорит, у меня было все очень просто. Я звонил человеку, говорил, есть тема, приходи, надо пообщаться. То есть, понимаете, близкому человеку не надо больше ничего другого говорить, не надо придумывать. Я все время вспоминаю историю Кирилла Серебрякова, когда он делал свой первый звонок, и он нам об этом рассказывал. Говорит, я написал тему, текст, я взял эту бумажку, я по бумажке читаю, Иван, привет, тебе звонит, Кирилл, запятая, есть ли у тебя минутка со мной пообщаться? Тишина на проводе. Человек говорит, Кирилл, с тобой все в порядке? Он говорит, да, что случилось? Ты, говорит, прочитал слово запятая. Понимаете? Не надо. Если вы человека знаете, не надо ему вот это вот все. Есть тема, приходи, давай пообщаемся, рад будут тебя увидеть. Я говорю, слушай, хорошо, ты пригласил человека на встречу, он приходит, а там опа на кузнец. Ну и как? Он говорит, да вот здесь самое главное, это продать грамотно наставника. Как делать промоушен? Ребят, посмотрите, о чем говорит Наталья Бандурина. Это же королева промоушена, реально. Она вам расскажет, вот у нас недавно была школа директорская, на которой она вам просто по пунктам рассказала, разложила, как нужно говорить человеку, промоушен наставнику. Вот если вы не сможете этого делать, тогда лучше не приглашайте человека на эту встречу, не продав предварительно своего, ну, человека, который будет с вами, спонсора своего, да? Если уж вы пригласили, не проговаривая, что спонсор будет на встрече, будьте добры, на встрече отыграть свою партию на все 100%, продать вашего спонсора так, чтобы у человека, сидящего нас напротив, не было желания вскочить и убежать, а было желание остаться и слушать спонсора очень внимательно. следующий момент, я как человек, к которому приглашают на встречу, все-таки всегда за то, чтобы вы проговаривали, что на встрече будет третий человек присутствовать. И вот здесь есть два скрипта. Есть скрипт, в котором мы говорим, что будет человек на встрече, есть скрипт, на котором мы не говорим, что есть человек на встрече. И вы знаете, вот очень классные скрипты в прошлый раз Олег нам дал. Они рабочие, я проверила, ребят, на 100%. Они все есть в нашем чате Golden Club. Откройте еще раз, посмотрите. Я их не буду сегодня повторять, не буду тратить на это время. Они действительно шикарны. И я еще раз хочу сказать, что если вы подстраиваетесь под каждого человека индивидуально, в начале, да, притепление определенное идет, то дальше те скрипты, которые дает Олег, они просто сказочные. И в чем разница между тем, чтобы пригласить человека на встречу один на один и вот пригласить именно к наставнику. Когда вы приглашаете к наставнику, вы в телефонном звонке уже сразу переключаете внимание себя на наставника. Вот эта вещь очень хорошо работает с теми людьми, с которыми вы знакомы, но не близко. Понимаете? То есть этим людям нужно сделать акцент, что человек получит от встречи с этим человеком. То есть, ну, например, сейчас я вам расскажу, как это может звучать. Значит, вы звоните так, там, Валентин, привет. Ты знаешь, я познакомилась с очень интересным человеком. Она рассказала мне об удивительных возможностях, как можно, не выходя из дома, используя только там интернет, два-три часа начать зарабатывать на очень приятном деле хорошие деньги дополнительно, 200, 300, 400 долларов. Ты знаешь, когда она мне об этом рассказала, я подумала сразу о тебе, что это может быть и тебе интересно. Пошли со мной вместе, послушаем ее, потому что в ее словах я увидела настоящий профессионализм, я увидела, как она реально на это делать, я бы тебя просто так приглашать бы не стала, потому что я сначала убеждаюсь сама, что это рабочая, а потом уже звоню тебе. Так вот, когда я пришла на встречу с ней, я посмотрела, что она делает и как, я увидела там ее реальные результаты, слушай, я просто обалдела, тебе это надо, пошли со мной на встречу. Понимаете, вроде как бы не заготовленный шаблон, но он под человека. Дальше вы можете, опять же, если звоните незнакомому человеку, ну, здесь я бы могла бы продать незнакомому человеку все-таки встречу со мной и потом уже на встрече рассказать о третьем, потому что незнакомые люди, ну, они достаточно сложно соглашаются на встречу два плюс один, да, здесь бы я продавала себя, а потом уже на встрече я бы уже рассказала о том, что, слушай, смотри, у меня появилась возможность сегодня воспользоваться тем, что со мной рядом находится профессионал, она в этом деле дольше, она ответственна за набор людей в нашу команду, я с удовольствием ее лишний раз послушаю, слушай, мы с тобой счастливчики, давай воспользуемся этим моментом, да, то есть, ну, вот такой вот нюанс, с которым бы я поиграла бы немножко. Вот, ну, и мои, например, дистрибьюторы так делают, то есть, например, буквально там вчера, да, у меня, позавчера, вернее, мой дистрибьютор Роза познакомилась с девушкой на Фейсбуке, девушка с Казахстана, она пригласила ее к себе на встречу, вот, мы были с ней в офисе, и она в офисе ей сделала промоушен мне, причем настолько грамотный, что Гульнару уже сказала, все, хочу, давайте буду слушать, что там ваша Снежана расскажет, и мне оставалось за 20 минут рассказать ей нашу концепцию бизнеса, мне уже не надо было рассказывать о себе, там, какой я, скажем так, профессионал в этом деле, да, то есть я достаточно быстро за 20 минут справилась, причем наша сделка закончилась подписанием контракта, сейчас я сказала, все, хочу, вот, я даже думаю, что сегодня она присутствует на этой встрече, следующий момент, как можно пригласить людей на встречу, ребят, мы работаем сейчас с вами в удивительное время, когда нам интернет в помощь, я на данный момент люблю общаться с теплыми людьми, поэтому я в своей работе, честно вам могу сказать, использую интернет, каким образом, я пишу продающие посты, и я выбираю тех людей, которые отвечают на мои посты, и у меня уже есть повод задать им вопрос, и когда я с человеком нашла, сконнектилась, да, то есть нашла общий язык, я совершенно спокойно ему говорю, давай выйдем на связь, и я сделаю тебе предложение по телефону, и вы знаете, хочу сейчас поделиться с вами лайфхаком, те, кто здесь присутствует, ребят, не знаю, может быть, вы и знаете, я об этом узнала совершенно случайно, недавно, я наговариваю людям аудиосообщение, и их отсылаю, но я поняла, что аудиосообщение люди не так часто открывают, им не сильно удобно, ну, это среди моих знакомых, так, да, среди тех, кому я пишу, кому-то неудобно послушать, кто-то в транспорте едет, кто-то на работе, у кого-то уже дети спят, и это же так удобно, проговорил это аудиосообщение, отослал человеку, и все, а человеку послушать, ну, нет возможности, и я теряю время клиента, и я, знаете, какой для себя лайфак нашла, оказывается, в обычных телефонах, в самой клавиатуре, вот здесь вот, вот в этой клавиатуре, да, сейчас вот, ну, если видите, вот, сейчас, минуточку, вот, например, вот она моя клавиатура, да, сейчас, видно, отлично, видите, вот тут вот микрофончик, вот здесь, видите, вот, если нажать на этот микрофончик, ребят, и начать проговаривать текст, то, представляете, он сразу печатается, и я его отправляю, потом копирую, просто я его дорабатываю, как мне надо, и все, ребят, у меня уходят секунды, и потом я уже рассылаю этот текст, абсолютно, скажем так, одинаковый, там чуть-чуть подкорректировав его, оказалось это так просто, то есть время я трачу столько же, сколько на аудиозвонок, ну, вот это сообщение, вот, а в результате, получается, люди могут прочитать этот текст, вот, это тоже такой мой определенный лайфхак, может быть, кому-то из вас он будет тоже очень сильно полезен, ну, и в дальнейшем, что я хочу сказать, ребят, еще раз, что ваше внутреннее состояние, с которым вы звоните, вот, это самое главное, что вы должны вынести с нашей сегодняшней встречи, оно и будет для вас самым главным подспорьем в увеличении вашей статистики, и я хочу сказать, что повторюсь еще раз, потому что для меня это очень важный момент, повышайте свою веру, веру в себя, веру в компанию, веру в продукт, и веру в эту индустрию, и я вам хочу сказать еще, чтобы вы понимали, о чем я с вами сегодня говорила, что пока мы с вами общаемся, боимся трубку поднять, боимся сделать этот звонок пресловутый, по статистике, около 100 тысяч человек подписываются каждый день в сетевую компанию, по всему миру, поэтому пока вы сидите, вашим людям звонят другие люди, вот с этой мыслью теперь и спите, спасибо, Сергей, я все. Спасибо, Снежан, на самом деле, ты права, смотрите, когда не было этой пандемии, когда мы работали на земле, мы ездили по разным городам, по разным регионам, и что мы делали? Мы приезжали в город, в любой город, где не было ни одного знакомого, мы брали контакты, в газетах, в интернете, и звонили людям, звонили людям, назначали встречи, проводили встречи, и у меня, знаете, в городе Харьков получилась такая история одна интересная, я подписал девочку, Татьяну, и она пришла на стартовую школу для новичков, и там увидела партнера, партнера компании, и когда-то так удивлен, она говорит, а ты что тут делаешь? Она говорит, меня вот Сергей Бондовик подписал, пригласил, а когда я у нее спросил, а почему ты не позвонила Татьяне, она была ли у тебя в списке знакомых, она говорит, да знаете, Сергей, я как-то думал, что ей это не надо, я говорю, а почему? Ну как же, она работает на железной дороге, какой-то постом занимает, она хорошие деньги получает, больше, чем я, ну и как-то я подумал, что ей это не надо, поэтому пока вы думаете, пока у вас, понимаете, все в твоей голове, любимая фраза моя, все в твоей голове, все в твоей голове, пока вы там себе каких-то тараканов не разгоните сами, своих тараканов, у вас в принципе так все и будет, буксовать на одном месте, поэтому правильно я соглашусь со Снежаной, пока вы думаете, пока вы настраиваетесь, пока вы там стесняетесь, пока вы разбираетесь со своими тараканами, когда вы будете звонить, когда вы будете приглашать, когда вы будете там вот настроены, чтобы у меня энергетика хорошая была, в это время вашим людям поступают звонки, вашим людям пишут в соцсетях, вашим людям поступают предложения, сегодня время такое, Сегодня такое время. И вашим соседям поступают эти предложения, вашим друзьям поступают эти предложения. И вы не удивляйтесь, что когда вы потом созреете уже, когда вы обратитесь и скажете, я уже вот… Или знаете, как еще веселее бывает? От них начинают поступать к вам звонки с предложением. Вы говорите, как так? Я же вот тебя там хотел куда… А человек уже пригласили, человек уже подписали, и он уже сам начинает отрабатывать свои звонки. Поэтому, ребят, на самом деле, сегодня были суперские скрипты. Снежана, берите. На самом деле, вы знаете, что жизнь можно изменить за одну ночь своим решением. Сегодня вы легли одним человеком, завтра проснулись другим человеком. Уже настроившись на работу, настроившись на то, что хватит. Хватит. С завтрашнего дня я начну свою жизнь по-другому. И вы сможете на этой неделе сделать звонки. И 2 числа, 2 ноября у нас с вами будет следующее обучение, где профессионалы вам расскажут о том, какие есть нюансы при проведении первой встречи. А сегодня всем спасибо. На этом мы закончили.